Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хилан. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня о том, как сохранить урожай яблок, а также груш, а также слив и других плодовых растений. Несмотря на то, что в прошлом году урожай яблок был просто колоссальный, благодаря сбалансированным подкормкам, некорневым обработкам, корневым подкормкам, мы смогли исключить ритмичность плодоношения, такую непостоянную, нерегулярность плодоношения. И наши яблоки, яблони дают действительно очень-очень богатый урожай. Но очень хочется, чтобы вот все наши усилия по борьбе с цветоедом, по борьбе с плодожоркой, по обеспечению минерального питания наших растений. И вот посмотрите, прирост здесь компактный, что будет залогом хорошего урожая будущего года, чтобы этот урожай здесь сохранился. С одной стороны, яблоня сама нормирует количество завязей, потому что иногда можно получить очень-очень много яблок, но маленьких, мелких, некрасивых, невкусных, потому что яблоня просто не может их вытянуть. Благодаря нашим регулярным луночным подкормкам, о которых вы можете посмотреть на канале «Про цветок» в нашем выпуске, мы добиваемся того, что яблочки у нас в основном получаются хорошие, красивые, товарные. Но дереву не хватает немножко сил для того, чтобы весь этот урожай удержать и довести его до полной кондиции, до полного созревания. Чем же мы можем помочь нашим яблоням? Конечно, с одной стороны, можно услышать рекомендации о необходимости сейчас проведения внекорневых подкормок, особенно минеральными различными удобрениями. Но так не хочется сейчас обрабатывать яблони какой-то минералкой, потому что всё-таки она вся не усвоится, останется на кожуре. В другой раз не будешь мыть это яблоко. Где-то внутри кроны оно не будет обмываться дождями в достаточном степени, чтобы смыть вот это поверхностное нанесение минеральных удобрений. И потом всё это будет попадать в наш организм. Конечно, это не яды, трагедии какой-то большой нету, но всё-таки хочется использовать какие-то более органические, более безопасные способы. Здесь на помощь к нам могут прийти самые обыкновенные хлебопекарные дрожжи. Вот в Беларуси они продаются даже в таких огромных килограммовых упаковках. Но можно покупать и по 100 грамм. Рецепт подкормки для сохранения и увеличения качества урожая яблони очень и очень простой. Нужно взять 100 грамм вот таких вот дрожжей или 70 грамм сухих дрожжей и развести их в 10 литрах воды. После этого провести обильную, очень обильную обработку наших растений. Вот на такое компактное дерево, на полукарликовом подвое, как у меня сформированное компактно, необходимо потратить примерно 5-7 литров такого раствора. Ну а на большего размера дерево можно потратить и до 10 литров такого раствора. Такую подкормку можно делать каждые 7-10, ну если у вас не так трагично опадают завязи, то можно через 12-14 дней делать это до срока, за 2 недели примерно, до сбора яблок. Почему? Хотя эта обработка совершенно не опасна, однако с помощью дрожжей мы можем сюда привлечь дополнительное количество мушек дрозофил, а также ос, которые будут подъедать наши яблоки и груши, которые так зачастую нам досаждают. Поэтому примерно за 2 недели до съемной спелости яблок, такую обработку стоит прекратить. Такая обработка содержит в себе янтарную кислоту, различные витамины, различные биологически активные вещества, а кроме того дополнительное количество и азота, и фосфора, и калия в органической форме. Медленное поглощение, медленная переработка, медленная минерализация этих веществ, а кроме того создание конкурентной микрофлоры, создание конкурентных условий на поверхности листьев, позволит не только поддержать наш урожай, но и максимально мягко защитить его от различных гнилей, среди которых манилиоз, плодовая гниль является, пожалуй, наиболее актуальной. Используйте эту дрожжевую подкормку, обработку, если манилиоз, повреждение яблонь и груш вот этой заболеванию, это гнилью, является в вашем саду проблемой. И вы увидите, насколько меньше станет повреждения. Если вы используете какие-либо обработки по плодам против этих заболеваний, всё равно используйте дрожжевую подкормку с тем, чтобы усилить и потенцировать действие этих фунгицидов, и ещё лучше бороться с этим опасным заболеванием. Раствор дрожжей не нужно усиливать ничем другим. Не надо туда добавлять сахар, не надо, чтобы он бродил. Нанесите его сразу же после приготовления. Вы можете его держать 2-3-4 дня в прохладном месте. Самое главное, не добавляйте туда дрожжи, сахар, и не лишайте дрожжи запаса ценных питательных веществ, которые они потратят в случае, если здесь начнётся брожение из-за наличия какого-то сахаристого компонента. Итак, используйте эту многофункциональную подкормку, но в тот срок, когда осы вам ещё будут не страшны. Как только начнётся лёд ос, прекращайте или даже заблаговременно. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, этот простой совет поможет вам сохранить ваш урожай не только на самом дереве, но ещё крепким и здоровым. А вам сохранить здоровье, потому что эта подкормка будет способствовать уменьшению использования различных пестицидных веществ. Желаю здоровья вам и процветания. Всего хорошего!